Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всю Китай. Сегодня у нас на обзоре красивый, молодежный, стильный смартфончик Honor 9 Lite. Так что давайте садимся поудобнее и будем смотреть обзор. Дизайн смартфона отменный. Да, тут ничего нового нет, но смартфон ощущается и смотрится великолепно. На выбор есть очень много различных расцветок. Задняя крышка у всех стеклянная и она зеркальная. Девушкам, я думаю, это понравится. Конечно, отпечатки пальцев она собирает очень хорошо, но порадовало олеофобное покрытие. То есть задняя крышка вытирается очень легко. В целом смартфон собран великолепно, тут придраться не к чему. Единственное, что может вас смутить, так это пластиковые торцы. Да, за 190 баксов хотелось бы алюминий, но, к сожалению, нет. А также здесь старенький microUSB, а хотелось бы уже нормальный USB Type-C. С фронтальной части нас встречает 5,65-дюймовый Full HD Plus дисплей. С относительно небольшими рамками. Если по бокам они в точности такие же, как в Redmi 5 Plus, то вот нижняя и верхняя рамки здесь меньше. Над дисплеем красуется двойная фронтальная камера, разговорный динамик, а также индикатор уведомлений. Снизу у нас гордая надпись Honor. Дисплей в смартфоне хороший. Если сравнивать с тем же Redmi 5 Plus, то картинка более насыщенная. Максимальной яркости хватает. Минимальная очень хорошая. Ночью пользоваться комфортно. Олеофобное покрытие, возможно, не самое крутое, но мне его достаточно. Палец хорошо скользит и все отпечатки очень легко стираются. В общем, у меня к дисплею претензий нет. Но белый цвет здесь не такой уж супер белый. Да, он немножко мутный, но в реальной жизни вы это явно не заметите. Звучание. И знаете, еще в распаковке мне звук показался очень даже неплохим. Но потом я начал слушать, начал сравнивать, и оказалось, что основной мультимедийный динамик здесь хуже, чем в Xiaomi Redmi 5 Plus. Ну, во-первых, у него звук чуть тише, а во-вторых, качество, скажем так, посредственное. В Redmi 5 Plus звук чистый, объемный, есть намек на бас, как бы все очень хорошо. Здесь же, да, звук относительно громкий, но вот качества не хватает, детализации просто не хватает и все. Поэтому компания Huawei, к сожалению, установила сюда посредственный, скажем так, мультимедийный динамик. А вот звучание в наушниках мне действительно понравилось. Оно круче, чем в Xiaomi Redmi 5 Plus. Да, звук не такой громкий, но, блин, здесь шикарная детализация. Все очень классно, объемный звук. Есть намек на бас, и самое главное, все очень детализировано, все разделяется. То есть, все очень классно. В Xiaomi Redmi 5 Plus звук неплохой, но у него, скажем так, не хватает таких очень классных деталей, которые может нам предложить Honor 9 Lite. Поэтому звучание в наушниках здесь бомбезное. Разговорный динамик и микрофоны не разочаровали. То есть, звук у нас хороший, четкий, собеседника слышно хорошо, есть запас громкости, собеседник нас тоже слышит хорошо. В общем и целом, как звонилка, все нормально. Производительность. У меня самая младшая версия. 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенной. Работает все на восьмом андроиде с фирменной оболочкой Emotion UI 8.0. В качестве процессора Kirin 659 самый распространенный процессор в смартфонах от компании Huawei. Emotion UI очень гибкая оболочка. Есть много различных настройок. С интересного могу выделить гибкую настройку световой температуры дисплея. А также можно выбрать разрешение дисплея Full HD Plus или же HD Plus. С одной стороны, это очень крутая функция, но с другой стороны, я все это протестировал и знаете, особой кардинальной разницы нет. Картинка становится хуже, но автономность или же производительность остается на прежнем уровне. Самое интересное, это конечно же в международной версии есть NFC. В китайской, к сожалению, нет. В целом смартфон работает стабильно. Ради интереса я сделал с 5T Xiaomi Redmi 5 Plus, у которого Snapdragon 625 и тоже 3 гигабайта оперативной памяти. Так что оцениваем скорость смартфона. Субтитры создавал DimaTorzok А вот с играми смартфон справляется уже не так хорошо. Максимум, на что можно рассчитывать, так это средние настройки. И то, в некоторых играх придется даже понижать. Танки идут на средних настройках с отключенными тенями и текстурами, при этом выдавая 40-50 FPS. Все зависит от карт. Сканер отпечатков очень быстрый на уровне Redmi 5 Plus. Работает стабильно, а также есть дополнительные функции. То есть на сканер отпечатков пальцем можно назначить что угодно. Ну, почти. Автономность. Внутри у нас скромная банка на 3000 и далеко не самый энергоэффективный процессор. И знаете, в распаковке я говорил, что смартфон будет максимум доживать до вечера. И знаете, я оказался прав. Автономность здесь не самая крутая. Если не грузить, то все хорошо. Заряд расходует грамотно. Тут хвала разработчикам. А вот под нагрузкой заряд тает на глазах. Итак, тесты игры. 10% заряда уходит за 23 минуты игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi при Full HD плюс разрешении. Понижаем до HD плюс разрешение и получаем те же самые 23 минуты. Как видите, ни на что это вообще не влияет. А вот воспроизведение видео меня разочаровало. Только 5 часов 10 минут на максимальной яркости. Фильм скачанный на смартфон без интернета. Блин, только 5 часов это очень мало. Тот же Xiaomi Redmi 5 выдает 9 часов. Камеры. Основная состоит из двух модулей на 13 плюс 2 мегапикселя. Диафрагма f2.2. Конечно, у нас здесь много различных настроек. Есть ручной режим. Но больше всего мне понравилось размытие заднего фона. Ну, во-первых, функция работает неплохо. Во-вторых, можно регулировать степень размытия заднего фона. И знаете, как по мне, это очень крутая фишка. В обычном режиме камера меня не удивила. Снимает хорошо, но я думал, что будет лучше. Конечно, можно получить отличные снимки, но при плохом освещении очень много шума. Вот вам сравнение с Redmi 5 Plus. Так что оцениваем. Фронталка тоже имеет два модуля на 13 плюс 2 мегапикселя. И знаете, снимает она великолепно. Конечно, здесь есть тоже функция размытия заднего фона, которая работает обалденно. То есть, можно получать шикарные селфи, друзья. То есть, фронталкой я очень доволен. Ну что, если подвести итоги, то мне смартфон понравился. Да, это, возможно, не самое крутое соотношение стоимости и характеристик, но при этом смартфон интересный. Да, у нас здесь относительно среднее железо, у нас не самая крутая автономность. Но при этом, друзья, у нас хороший внешний вид, шикарная сборка. Смартфон классно сидит в руке. Здесь неплохой дисплей. У нас здесь относительно, скажем так, неплохие камеры. Да, в обычном режиме я лично ожидал чего-то большего. Потому что камера, по сути, такая же, как в Redmi 5 Plus. То есть, ну, да. Но при этом у нас есть дополнительные функции. Это портретный режим, который работает стабильно и, самое главное, очень хорошо и корректно. Ну, да, есть небольшие грехи, но в любом случае снимает хорошо. Что на основную камеру есть БК, что на фронтальную камеру есть БК. Это очень круто. Также отмечу отдельно фронталку в обычном режиме, потому что снимает она неплохо. К ней претензий вообще нет, друзья. Поэтому, если вам нужен красивый, стильный смартфон, который работает стабильно, который работает, скажем так, на последнем андроиде, который обновляется, компания за всем этим следит, и у вас лимит там 200-250 баксов, и вам именно нужен Huawei, Huawei, давайте нам Honor, друзья, то в целом можно присмотреться к Honor 9 Lite. Особенно к международной версии, потому что у нее есть NFC. Если же вам NFC нафиг не надо, и вы тупо не хотите переплачивать, то идем на сайт Алиэкспресс и заказываем Honor 9 Lite. Ссылочка будет в описании. В любом случае, друзья, я вам рассказал лично свое мнение, а решать вы должны сами за себя. С вами был Димон, канал Всю Китай. Всем удачи, всем пока!